Один из первых объектов, который посетили Леонид Федун и Анатолий Москаленко, расположен по дороге из аэропорта в город Коголым. Гостиница «Иббестайл» — это современное здание площадью почти 6,5 тысяч квадратных метров. Трехзвездочный отель рассчитан на 120 номеров. Руководители компании «Лукойл» оценили возможности современного комплекса. Побывали гости и на объектах, открытие которых уже состоялось. В списке значились спортивный и культурный комплекс «Галактика», сквер имени Валерия Графера, теннисный центр, храм святой мученицы Татьяны. Все эти проекты реализованы при содействии компании «Лукойл». Приезд Леонида Анатольевича сегодня и мой связан с тем, чтобы посмотреть, как идет строительство научно-образовательного центра. Сегодня мы рассмотрели проект футбольного манежа, который начнем строить этим летом. И теннисный центр, я думаю, что уже активно начнет работать с начала следующего года. Это все для жителей города, для наших работников компании «Лукойл». Будем развивать, у нас много здесь проектов еще. Я привел проектировщиков, те, которые, собственно говоря, уже разработан проект. Причем проект будет в достаточно степени уникальный, с тем, что это будет не чисто спортивный объект, это будет такой спортивно-развлекательный. Мы видим, что в Когалыме масса прекрасных объектов, и тот новый манеж, он тоже будет соответствовать тому уровню, который, так сказать, уже был заложен до нас. Разговор о будущем Когалыма шел на рабочем совещании, которое состоялось в офисе «Лукойл» Западной Сибири. Руководители обсудили реализацию таких проектов, как образовательный центр Пермского национального исследовательского политехнического университета, строительство которого уже идет. Также в списке приоритетов футбольный манеж Академии «Спартак», музыкальная школа, региональный центр спортивной подготовки, музейный комплекс «Сад тропических цветов Еранга».